здравствуйте друзья это канал веселый инженер канал про машиностроение металлообработку и все что с этим связано тема сегодняшнего нашего видео урока пятно контакта шестерен просто а сложными расскажу как регулируйте пятно контакта шестерен в какое есть понятие идеальное пятно контакта вы наверно спросите почему продолжаю пилить видео хотя youtube уже на грани закрытия потому что эти видео будут выходить и на других площадках на которые я вам советую подписаться по ссылочкам в описании чтобы не дай бог не потеряться итак давайте же начнем на что влияет пятно контакта шестерен естественно если вы загляните под автомобиль ну в большинстве случаев это в грузовой автомобиль будем рассматривать на базе этой машины то естественно под ним вы увидите мост и в частности редуктор который установлен на этот мост редуктор может быть как средний редуктора среднего моста так и редуктор заднего моста то есть в принципе регулировка шестерен схожа и последствия неправильной регулировки также похоже а именно шум игол моста либо любые посторонние звуки все что не связано с плавной работой моста естественно он издает определенные звуки но никаких таких повышенных шумов какого-то гула стука чего-то скрежет а быть не должно по ибо это свидетельствует о неправильном изготовлении либо регулировки видно контакта в редукторе 2 это вибрация моста и всего автомобиля на скорости вы не представляете как колотит автомобиль когда неправильно отрегулирована шестерня это все гудит и она вроде бы кажется что какая-то шестеренка почему она должна давать вибрацию но на самом деле модули достаточно большие шестерен ведущих и поэтому создается такой вот как микро вибрация которая ощущается даже в кабине водителя и так долговечность работы пары шестерен конечно если пятно контакта не лежит на рабочих поверхностях она выходит за пределы контура зуба то такая шестерня не может проработать свой ресурс в некоторых случаях она отработает какую-то часть ресурса а в некоторых намного меньше итак давайте немножко о конструкции ведущего моста вот такой как бы классический до ведущий моста вот его редуктор и естественно отрегулировав правильно ваша сборочная единица будет работать идеально что касается конструкции естественно мы видим что здесь есть ведущая шестерня которая присоединяется вот видите фланец да вот он этот фланец в разрезе которая присоединяется карданной передачи и она вращается в очередь ведомую шестерню вместе с дифференциалом которая позволяет раскручивать вот ваши колеса с определенной скоростью с учетом передаточного значения пары шестерен естественно регулируя вот эти шестерни получая определенное пятно контакта вы сможете обеспечить не только долговечность своего автомобиля но и комфортное его использование по шуловым и вибрационным характеристикам давайте к делу начало регулировки шестерен с чего же начать первое чего рекомендую начинать это когда вы собрали уже все в узел собрали редуктор не мост замечу а редуктор вы начинаете с бокового зазора то есть вы ставите шестерню вы фиксируете ведущую шестерню чтобы она не имела возможности проворачиваться ставите индикатор на один из зубьев как указано на картинке и пытаетесь рукой допустим да вы обязательно в рукавичке шатать так называемая шестерню этот зазор который образуется между зубьями он отражается здесь на индикаторные головки называется боковой зазор видите когда это шестеренка не двигается 2 вращается она как бы гуляет между зубьями и вот это вот расстояние которое возникает от полного контакта до следующего зуба это и называется боковой зазор есть еще радиальный зазор но как бы на него вы сильно повлиять не можете он все-таки зависит от геометрии изготовленных вами 6 если вы шестеренки выставляется на определенное монтажное расстояние то от высоты зубьев будет зависеть радиальный зазор да и в принципе про него мы сейчас не ведем речь есть вариант такого плана когда уже собранный мост проверяют вращая за фланец также сама фиксируют только уже ведомую шестерню и ведущую вращают можно это же делать такую же операцию проворачивать и в редукторе когда он находится еще на стадии сборки но как бы классический вариант проверки именно вот такая схема потому что здесь во первых другие значения рекомендуемые мне часто спрашивают пишут да вот соцсетях какой рекомендую рекомендуемый боковой зазор делайте 025-035 и принципе вы всегда будете нормально все получать еще вопрос такой бывает такое что вы меряете боковой зазор померить его нужно нескольких точках то есть вы получили какие-то значения индикатора провернули шестерню на какой-то сектор зубьев еще раз померили и у вас значительно отличается то есть колебания бокового зазора примеру в одной точке может быть две десятых во второй точке 3 а в 3 5 сразу возникает вопрос а что же делать это говорит о том что ваша ведомая шестерня она сидит криво так сказать имеет большое биение если вы по торцу этой шестерни выставить индикатор вы видите что она либо напрессована криво либо имеет очень большое биение который дает в принципе эти показатели но мы не об этом регулировка шестерен и получение идеального пятна контакта давайте я такой спойлер сразу подведу до идеального пятна контакта не существует запомните это пожалуйста навсегда и так вот это у нас передний ход как вы видите пятна контакта здесь она лежит глубоковато на данном снимке до далее мы смотрим задний ход как определяется вообще передний и задний ход давайте сразу вам скажу чтобы вы потом мне не задавали эти вопросы в комментариях а просто мне написали спасибо за ролик вот эта выпуклая сторона на ведомые шестерни это передний ход вот это вогнутая сторона это задних соответственно на ведущие шестерни все наоборот в принципе думаю запомнить очень просто и потом этим пользоваться что же такое идеальное пятно контакта идеальное пятно контакта это пятно контакта полученная на вашем зуборезном станке и перенесенная ваш редуктор если же есть у вас какие-то отклонения пятна контакта то необходимо провести определенные регулировки почему производится регулировки потому что на контрольном катон станке у вас шестерни стоят идеально в монтажном расстоянии но изготовить все детали на которые будет надеваться в которые будут вставляться в ваши шестерни, в том числе и корпусные картерные детали, к сожалению, невозможно. И еще долгое время не будет невозможно, да и не нужно. До этого придумана специальная регулировка. Как видите, первый вариант – это идеальное пятно контакта, да? Второй вариант – пятно контакта расположен на вершине зубьев, но вы видите, на вершине. Для исключения подвинуть ведущую шестерню к ведомой, то есть ведущую опускаете, грубо говоря, глубже в редуктор. Есть и третий вариант, как вот здесь у нас на переднем ходу. Видите, третий вариант. Вот оно, внизу пятно контакта. Для исправления нужно отодвинуть ведущую шестерню от ведомой, что естественно. Пятно контакта расположено на узком конце зуба. Для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей, но это часто не дает результатов. И если вы уже получили вот такое вот пятно контакта, то, скорее всего, у вас есть какие-то отклонения в корпусных деталях. Вот так вот коротко и вроде бы понятно я рассказал вам про регулировки основные в редукторе. Пятно контакта не обязательно должно иметь такую форму овала. Оно может быть задано заводом-изготовителем из расчета определенных математических моделей, а также из опыта эксплуатации и испытаний автомобиля. Это классика ГОСТ, но вам не обязательно к этому стремиться. Удачной регулировки, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и не теряйтесь. Переходите в социальные сети по ссылкам в описании. Всем добра! Пока-пока!